Порш Каен за 1 миллион рублей. А кто, если не секрет, к вам еще приезжал? Я родился. Что было в голове у человека, который решил его сделать в такой тазик? Петушара и слышу. Понятно. Блин, вот это я, конечно, круто. Я взял, блин, Порш. А я до сих пор как бы думал, да? Внешне он выглядит как легкий курничек. Так как я гоняю, вы все равно не сможете так гонять. Короче, крашен, все. Лавина мельнена. Я недавно обнаружил, оказывается, спорт режим экономики топлива. Короче, вложил уже 300 тысяч. Тигр у него вот он. Да, ну это просто шанс. Я в таком шоке. Сегодня вы увидите такие тачки. Такие вам даже в самом страшном сине не приснятся. Даже если у вас богатая фантазия. Сегодня мы будем смотреть Порш Каен за 1 миллион рублей. Ставьте свои пальцы вверх, потому что такого вы точно еще не видели. Ну, из-за моих стараний, конечно. Давайте быстро сфоткаемся. Пока. Что эта тачка для меня лично значит? Когда-то в далеком 12-м году мой папа заказал эту машину прямиком из Германии. Кастомную, чисто под себя сделанную. И для меня сейчас важно понять, вот искренне у меня есть такая мотивация внутренняя, насколько эта машина из 12-го года сохранила сейчас свой статус, стоя при этом миллион рублей. Ну, во все тяжкие. Я просто знаю, что меня ждет. Это ужас. Погнали. Ну что, ребятки, все по-столковому, по-привычному. Автомойка, мойка здесь, советский конструктивизм здесь. Я уже готова ко всему. У меня произошло это слияние бесконечно с Вечным. Поэтому я просто, просто максимально на Чили. На расслабоне, на Чили. Может, мне уже стоит с другого номера звонить владельцам, не со своего личного? А, да, вы звонили. Вот, заходите прямо в торговый центр. Вы прямо в торговом центре базируетесь? Вот это поворот! Да, да, торговый центр Айвентура. А вы в детском мире, переплёстке или формула кино? Ну, вот, в торговый центр. И в магазин Ритуаль найдетеся на линии, спустите на первый этаж, попадаете на парковку. И по прямой на второй зал проходите. А у вас там какой-то офисалон, да? Да, да, сейчас офисалон. Окей. Конечно. Короче, Кирилл, у меня... Неважно, у меня мысль амарта идет. Он сказал, что там они базируются. Он сказал, заходите в Литуаль и туда вниз пускайте. В Литуаль. И там на полке, короче, будет стоять Пош Каен, вот выбирайте. Опять эти овощные прилавки. Смотри, справа. У меня повторение с Х6 и Х5. Что это опять такое? Я впервые захожу в автосалон через торговый центр. У меня такого еще не было. Знаете, салон хороший. Ну, что это? Ну, как будто из бригады этим, я не знаю. Серьезно, не ощущение такое. Правда, что можно просто эту фору взять и унести? Если нет защиты, туда она там 30 секунд. Просто крутануть. Я слышал, что на первых версиях можно было с линейкой достать. Мне вот интересно сзади посмотреть. Вот сзади, до рез, они такие, ну, как это. Это была не машина. Он грустный. Он, блин, пипец какой грустный. Покрасно практически весь покрашивался. А фары полировались? Какой кожа у нас? Мы не понимаем, не подойдем. Сколько он у вас стоит уже? Она плачет просто. Вау. Сходно сразу руль перешит. И педаль. Че педаль? Стерта. Не заявленный пробег, это явно. Ты по педали реально можешь определить, сколько в тачке пробег? Ты серьезно? Нет, ну это примерно. Ты, блин, Жан-Код Ван Дамм, только автопробежный, что ли? Когда-то эту машину любили и вкладывали денег. А потом? А потом, когда-то все закончилось с каким-то владельцем, и все становилось хуже, хуже, хуже. И она вот... Тут половина людей делится на надежность, хочет сел и поехать. И ничего не делает. Это Солярис, Рио Пола и так далее поехали. А эта дачка тут, в общем, тут тех же денег, но играться надо. Разбирать, собирать. Короче, либо ты платишь за вид и платишь... Что тебе нужно? Если ты купил ее играться, то не вопрос. Можно и поиграться. А если ты купил машину ездить из точки А в точку Б, или зарабатывать деньги на ней, то, конечно, это не эта машина. Я, кстати, ни разу не видела кошка Яна в Яндекс.Премиуме. Когда-то была подушка, наверное. Можем увидеть капельку лака, которая потекла. Шины разные. Тут лето, спереди зима стоит. Ну, в принципе, вот по состоянию кожи реально видно, что за тачкой ухаживали. И мне нравится, что здесь сам потолок. Потолок, потолок, он синтетика, но здесь у нас алькантара на стойках. То есть алькантара хватило только на стойки и только на козырьки. Ты сюда можешь положить котлету денег, потом сюда. Музыка, окей. Любая есть? Это медитация. Занимайте удобное положение. Садитесь или ложитесь. И сделайте глубокий вдох. Это, видим, когда у него движок ломается. Вот такой нить обиды. Глубокий вдох. Перестает ехать. Ты просто включаешь и выставляешься. А не переживаешь. Короче, крашено все. Половина менена. А фары полировались? Шпакли вот тут на крышу. Может, он на бок ложился. Потому что вот этот проем тоже крашен. В подушке нет. А, то есть он... Сильная течь масла. Назад пойти посмотреть, где он стоял. Там прям масляное пятно большое. Льется у него маслом. А. Это все следствие большого пробега. Короче, вот течка у него. По косвенным, по всем признакам. Руль перешит. Педаль стерта. 250, 300, 400. И выше. Да. Боу. Мы сейчас попробуем по блокам посмотреть. Может быть, будет информация о этом проеме. Электрики много чего не работают. Вот это зеркало у нас крутится. Левое вообще не вращается. Подогрев не работает. Складывание не работает. Ну, это кто-то на регистраторе, видишь? Он, видимо, что-то тут... Парамсил? Да, нарушал. И его вот тут где-то даже записали. Петушара и сынашли. Понятно. Тут, короче, пошел какой-то мат-перемат. Тут зима, там лето. Даже на учет он так не встанет. С зимними шинами инспектор на учет не поставил. Тем более, они разные. Они должны быть одинаковые. У тебя на одной оси и одна парочка стоит. На одну и встанет. Сейчас лето, а стоит зима. На учет она точно не встанет. У нас только вчера машину поставили на учет с зимними шинами. Ну, не знаю. Это может быть, как-то там помазали гаишника. У меня были ситуации, когда машину с зимними шинами летом не поставили. Это, наверное, молодой респект. Короче, вердикт не берем. Ну, конечно. И поскольку ящерица не устроила маму, Ваня предложил другой вариант. Тонер настолько черный, что я даже боюсь открывать. А лабаш еще? Просто тачка черная фурия, реально. Вот почему-то все каенов славятся своим уродливым обвесом. Большинство из каенов, которые я смотрела, по ценнику ниже ляма, они в очень странных обвесах. Да, это кастомайз. Видимо, для кого-то это круто. Я буду говорить за себя, для меня это не круто. Ну, оцените. По шуму, по количеству звуков, он более шумный, чем тот. Но пленка просто ужасно вся поклеена. Просто она вся вот уже сходит. Сзади салон вообще как будто только из завода. Внешне он выглядит как легкий курильщик. Внутри он выглядит как легкий здоровый человек. А если мы вот сегодня вот пришли к вам с лямом рублей и захотим наличку вам заплатить, вы сделаете скидку в 150? Теоретически, да. Мне нравится, что они отдали такую дань гонкам лимана, где каждая секунда имела значение, и сделали вот этот вот крюч зажигания слева. То есть ты сразу садишься, так вот быстро заводишь тачку и газуешь. И едешь 24 часа. Короче, мне моя помощница сказала, что этот Каен, он очень такой замысловатый, который мы сейчас будем смотреть. Следующий. Мне интересно, что она имеет в виду под замысловатый? Когда ты приходишь в салон, ты понимаешь, что тебе подсунули лишь бы что, чтобы тебе что-то парить. Потому что им нужны от тебя твои бабки. Им насрать, что ты возьмешь. Потому что им важен только чек. Кассовый чек по окончанию дня, на сколько они продали. Мы приехали сюда смотреть форш небесного ангельского цвета. Здравствуйте. Кирилл. Дистан. Давай. Дистан. То есть из основного по электронике, что мне не нравится, что я хотел в первую очередь решить, это получается парктроники. Я уже почитал машину, 12 парктроников, я тут 12, и работают, получается. Работают 3. Я, в общем, докупил все парктроники, но потом выясняется, что смысла нет, вот эти парктроники по очереди менять. Нужно сразу косу менять. Коса, и от нее вот эти штучки исходят. Эта коса стоит 3 тысячи одна. И вот, короче, вложил уже 300 тысяч. А дальше, короче... Не секрет, полгода назад. За 670 покупал я ее. Вложил 300, ну, 700 уже лям. Ну, я почему это одешь в пруду, потому что сейчас тенге, я в Казахстане, из Казахстана, сейчас тенге по отношению к ублю сильно упал, поэтому для меня главное сейчас продать и эти деньги в Казахстане увезти. А, все понятно. Не, ну, кумуляция у него, видно, жирная, потому что у него Алькантара здесь, только нету панорамы, у него да. Казахстанские задние сидения от BMW 7-ки. Фига! Кастом. То есть, походу, это тачка, что вы ездите на ней с водилой, да? А вы, когда брали эту машину, вы думали о том, что, блин, вот это я, конечно, круто, я взял, блин, Порше. А я до сих пор как бы думал бы так. Система отхождения в этой машине очень важная часть. Нагревается потом. Ну да, такой мотор. Я, в общем, поставил весь аналог алюминиевый патрук. Грубо говоря, как новый и на всю жизнь уже. Система отхождения вообще лестнина нужна. Там я поменял, получается, корпус термостата, сам термостат, потом, получается, помпу поменял, новое все поставил, оригинальное. Не все оригинальное, там немцы вообще, либо немцы, либо оригинал. Двигатель, короче, в идеальном состоянии, коробка в идеальном состоянии, система отхождения новая. Все. Теперь получат, я по чесноку говорю, что есть. Он меня вот сюда, вот, короче, влепил на пешеходе, тормозил, он меня здесь влепил. Ага. Я говорю, дай мне пятеру, короче, разойдемся. Он мне страховую вызывает. Ого. Ну, я, короче, из-за вот этой херни страховую вызов. Мне страховка 6 тысяч выплатила. Ну, зато, видите, тысячу подняли. Если вы таксиста, 5 тысяч там сразу. Ну, да. Так-то, по сути. А вот это вот фигня, которая поднимается. Открывается, все как положено. Видите, мы с вами на одном языке общаемся, это круто. А вот это то стекло, которое... Вот оно, вот сюда удар пришелся, вот она царапина, вот удар. И, получается, она меня все разбила, короче. Ну, она работает, все работает, как бы, туда вода не попадает. Понимаете, что вы подобрали специально? А клей? Хотя бы как-то. Ну, так, нивелировали ситуацию, да. Какая у вас до этой тачки была? У меня, наверное, в 10, короче, BMW была. Не М-ка, обычная в 10, да? Обычная в 10. А вот когда вы взяли BMW, ну, как бы вы пересели, вы почувствуете, что вы пересели в тачку уровнем выше и на вас стали по-другому смотреть? Я вам сейчас на аналогии покажу. Короче, вот на дороге тигр. А если BMW в 10, это, скажем, леопард. Ну, тоже, короче, кошка. Я, ну, представьте, да, тигр у него вот он. И вот он, как-то пьет. А леопард так скромный, ну, тоже нормально. Ну, здесь объем какой, 4,8, а там у меня 2 было. Это что вообще такое? Вы видели, насколько он трепетно относится к своей машине? Такое ощущение, как будто это не просто дырка на дороге, в которую он постоянно вливает бабки. Для него это его муза, его белиссимо бомбита и вот феличита и так далее. И с ней у него будет дольчевита. Вот это, блин, просто. Для него реально не машина какая-то, а девушка. Сколько всего он мне рассказал о ней? Сколько всего он перебрал в ней? И он купил ее за 600к, вложил еще одну треть этой тачки в нее же. И сейчас продает только потому, что ему нужны деньги. А деньги ему почему нужны? Потому что он все бабки вложил в эту машину. И сейчас он просто берет и избавляется от нее, но не переставая ее при этом любить. Это очень-очень диссонансный момент, который я просто не могу понять. Но именно так я себе представляла истинного владельца Porsche Cayenne за миллион рублей. Вот реально. Ну да, получается, что он его где-то за миллион ее купил. А вот здесь еще копачка нет такого, да? Блин, вот у меня выпало, нифига себе. А вы только заметили? Я только сейчас заметил. Ой, я вас расстроила, походу. Видите, она работает, но трос порванный. Ой, я что-то слышу там внутри. Еще раз. Трос порванный. Она работает? Ну, просто. Как будто, да, как будто стиральная машинка внутри. Вы гоняете или так спокойно? Я любительница погонять, да. Любительница погонять? Ну, я думаю, так как я гоняю, вы все равно не сможете так гонять. Победитель получит меня. Откуда вы знаете? Я вас так понимаю, чувствую. Вы чувствуете у меня? Да, я чувствую, да. Тигр, да? Тигр на тигре. Я ем своих коней, у меня производство своих колбасных изделий. Вы лошадей убиваете? Я уже готово мясо покупаю. Я слышала такую парку казахов, что они готовы последние деньги потратить на тачку, чтобы выпрямиться, купить пантореску. Есть такое. Такое святое типа у вас, да, в крови? Да. Чем под жопу миллион дожать, лучше это миллион, чем пустить в бизнес. Это правильно, чтобы дом бизнес дал два. Да, пусть, да. А куда будете вкладываться в крипту? Ну, крипта у меня есть, я держу сейчас. Опа! Это так, это должно быть? Это, короче, я делал, тут у них такая фишка, если эти бары и кто вовремится. А, это, типа, антиборн? Да, я, короче, это сделал, короче, еле как, короче, и так не спят. В общем, надо это переделать, а можно вообще убрать нахер, потому что сейчас короче, я, вовремя, не открываю. Я хочу протестировать эти капитанские сидения, повернуты на комфорте. Можно я и сяду, да? Этому косяку три дня я коллегу возил, он своими вот этими костылями взял, хрень оборвал. Ой-ой-ой. Но ее можно тоже красиво сделать, чтобы не видно было вот этих, как его, как они называются-то? Ательешки, справиться. Мне, кстати, нравится, что реально под стоп сделан, ну, в смысле, аккуратно выглядит. Но это, вот это, ну, акваприск? Это все сделано дополнительно. То есть, вот этого не было. Вот сюда это плашка это сделано. Это все отбухи семерки, короче. Вот это. А, кнопки или все? Вот это тоже вроде как, да. Я вижу, что. Нет, да, это все, это все, видите, все формы по этому делу. Да. Это полностью не от нее. А, ну, вот это, да, да, вот здесь такая щелочка. Ну, нормально. Ну, здесь есть обдув и как-то подогрев. С этой стороны. С той стороны что-то не работает, что-то работает. А с этой стороны все работает. Это Porsche. Вверх, это подходит по цвету под мой телефон, что очень классно. Да. А, во-вторых, это Porsche не совсем похожий на те, которые мы смотрели, потому что он предназначен не просто для жигалова, от жигалова, а чтобы есть еще и сзади с комфортом. А, можно, да, я их хотел установить напередом, но оказывается, туда не надо устанавливать. Почему? Потому что там вроде есть как-то, там везде, я тоже недавно узнал, у меня двухслойные все стекла оказываются. А я смотрю, вот так заряженная пятачка, она прям вам настолько нравится. Вам не будет грустно с ней расставаться-то? Возьму еще, я же не первый раз его покупаю. Но меня поражает качество сборки у Porsche. Вот они ко всем деталям очень-очень так относятся, прям... Я сам налепил вот эту штукоменьку. А это я вижу, да, тут шрифт, шрифт не их, скажем так. Нет, я че-че, я машину все свои люблю, я за ними ухожу, и класс такой макуш. По вашим рассказам можно понять. А вы ставили какую-то мультимедиу сюда? Нет, она уже была, но вот эта мультимедиа, я сразу говорю, у нее косяк есть. У нее вот так, короче, верхняя часть тач работает, вот, а нижняя часть не работает, короче, здесь. Девушки стали больше на дороге замечать вас на этой тачке? У меня девушки и без этого замечали. На какой машине ты едешь, главное, сколько внимания она привлекает, есть такой у меня трек, короче. Вы еще и бежите треки? Не, 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 не мой трек, в плейлисте я имею в виду. Я недавно обнаружил, оказывается, спорт режим экономик топлива, я все время, наоборот, его как бы не удерживал, потому что он, видимо, удерживает оборот какой-то и машина все время тянет, уже на этом, получается, по этой ее амплитуде в этом движении, то есть заново ее не разгоняет, из-за этого расход уменьшается. Аля, я к этому. В общем, вы где-нибудь встаньте, я сейчас освобожусь через недолгое время и наберу вам подойдет. Да я здесь постою. Но то, что он мне сказал, что в спорте у него она жрет меньше топлива, типа, чего? Чисто включил М-режим на М-ке и точно уверен, что она жрет меньше. Вот для этого она будет с ее цветом, дай ему огонь смотреться. цвет вообще, я таких каеновый. Ни разу, вообще ни разу не. И в этот тегарный весит он тоже, ну, привлекает очень внимать, даже у меня ребят, вау, на любителя. Это на любителя, мне кажется, потому что кто-то любит классику, а кто-то любит вот такое, ну, изощрение. Совсем другое. Я смотрю, машина вам принесла очень много позитивных эмоций. Ну да, я сегодня тоже на него, как отжигал. Вы шашковать любите по этим? Ну да, могу видео показать, если могу. А, Ну, Ну, хорошо у вас получается. Еще и сигареты во рту? Сигареты во рту, снимаю, все. Можете сейчас чуть-чуть, ну, на каком-нибудь отрезке, где будет свободное движение, дать не в пол, но так указовать? Ну, Сейчас, сейчас. Ну, идем отсюда. Это секретная комбинация. Это как в такси сейчас. Поехали! Вот эта функция есть, если ее включить, она еще динамичнее. PS, PSM off, это как на BMW DSC off, типа? Это типа как ESP, я так понял. Стабилизация? Да. Это менеджмент, P, вот ассистем. Понятно. Давайте ее не будем включать. Да, давайте секретную кнопку лучше не активировать. Я тебе перезвоню. Еще сейчас в Колумбне, я сейчас здесь, знаете, аккуратно, в Колумбну, знаете же, индейец. Потом, это какое животное? Вот вы, как бы, вы как бы, этот, тигр. А он кто? А он, он же баран. А? Баран, окей. Да, с большими рогами, и все, тупой он, короче. За эти деньги, конечно, ну, тут куча всего, как и всегда, во всех Каенах, вот там, сам, фара, то, пятое, десятое, но за эти деньги, если приложить руку, то поездит он еще. Но тачка 850 тысяч стоит? Да. Полный. Вот это подстава. Он так все красиво рассказывал, такие сказки пел, Тысяча и одна ночь, насчет этой тачки, а оказывается, что у нее огромное количество ограничений, еще непонятно, на какого владелица. Просто вот, есть ограничения на регистрацию. И он только нам говорил о том, что ему было дико сложно ее, как бы, поставить на себя. Блин. Тот самый незаменимый ингредиент в любой тачке до миллиона рублей, это ограничение на рекдействие, либо же он может быть заменен аналогичным ингредиентом в виде залога. А вы узнали? Нет, просто у вас камера была. А? Камера у вас была. Так, а вы владели, просто вам можно задавать, и вы знаете все про эту тачку? Не особо все, потому что купил, не успел даже на учет поставить, на стоп учет. А почему? Какая причина? Потому что мотор навернулся раньше, чем я его на учет поставил. А, в общем, проблема, понятно. Ну, он стоит уже в месяц 8, я его все собираюсь сделать, 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 и у меня руки никак не доходят на него. Я не знаю, она виновата была, а то у нее была проблема, но спустя неделю мне звонит, говорит, у меня какой-то шум, говорит, что за шум? Ну, говорит, из-под калкота какой-то шум, говорит, и дым идет. Шум и дым, с дыма надо было начинать. Первый владелец купил, его, по-моему, продал через год. Второй владелец все вот это вот сделал, потом третий владелец походу насиловал машину, сдал его в салон, в салоне я его взял и на учет не поставил. То есть, по документам у него три владельца, сейчас купил, потом будет четвертым. Я его на учет не успел поставить, говорю, у меня мотор навернулся раньше, чем я на учет взял. Ребята, мы нашли Porsche Paris Hilton из 2007 года. Я не прикалываюсь. Посмотрите вот на это. Тут лучше, чем в Maybach 57, я отвечаю. А стразы здесь. Даже, где вот эта регулировка дифференциала. Здесь стразы. Здесь стразы. Аромат guilty. Запрещенка. Блин, ну он, заднее сидение, единственное, они в ужасном состоянии. Просто, как будто их насиловали как раз там. Это просто шанс. Я в таком шоке. Это вот я смотрю, и это реальность. Сранно, что ключ без стразиков. Не. А так за сколько вы его купили? Пять миллионов? Нет, пятьсот. А пятьсот? Это только на рожане. Так это будет пять миллионов нормально. А кто, если не секрет, к вам еще приезжал? Не знаете? Завелся. Я родился. Предлагали типа триста семьдесят. Нет, Короче, походу, Вадим приезжал. Если как следует дать влево, выйдет поворот вправо. У всех там гонки, гонки, а у меня веселье. Тут, блин, даже на этом, на переключателе. Ой. Ребята из синдиката, вы упустили такую тачку, конечно. Это просто произведение искусства. Это Джаконда. Джаконда, Это просто жесть. Это просто жесть. Вот знаешь, если у тебя до этой тачки был вкус, ты сел в нее, у тебя вкус пропал. Даже у тебя не корона, понимаешь? Просто вкус пропал. Это все типа блестки, вы понимаете? Это не пыль. Это вот на солнце вообще. Блин, дешманский выглядит. Так вот принт, я не могу просто. Вот этот вот. Как будто, знаешь, пластилин такой. Размазали, соединили, там черный с коричневым и поставили. А когда она сказала, что она хочет именно такой Porsche с таким салоном. Она его увидела и сказала, хочу, и все. А вы даже не попрепятствовали ее выбору, да? Не надо. Но... Согласно, сегодняшний день эти деньги, чтобы нам не порадовать. Это хорошие слова, надо тоже записать. А это она его нашла? Она мне номер скинула, сказала, вот адрес, езжай, посмотри машину. Она мне нравится. Поехал, посмотрел, перевел деньги на карту, взял, приехал. Вот это настоящие действия настоящего мужчины. Чувствуешь, как он работает? Ну, он прям на издыхании, как будто, знаешь, он на email сидит. За 150 тысяч ее можно будет реанимировать, говорят. Что было в голове у человека, который решил его сделать в такую тачку? Это человек, скорее всего, приехавший из регионов, захотевший, вот у него поверить лишние 300 тысяч рублей, и он сказал, ну, я хочу сделать самому в своем пошоке. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Вот это про эту тачку. Не букашку, не зверушку, а не ведому хуйку. Я, с одной стороны, в диком восторге от этой машины. Я уважаю произведение искусства, которое создали Тек-карт, они большие молодцы, реально. Блин, но то, что чувствуют создатели Porsche Cayenne, если они посмотрят на эту машину, это просто не описать словами. Это вот чудо-юдо-рыбокит, которое создал Тек-карт, это никак не соприкосляется с машиной, которую Porsche создавал как Cayenne, как Boost и компанией, когда компания шла, типа, ко дну, понимаете? Я просто не понимаю, как можно купить эту машину, но с другой стороны, я хочу купить эту машину, и сейчас я просто в таком, на такой дельте жизни нахожусь. Я хочу спасти эту машину из 8-месячного заточения, вот оттуда, из гаража, потому что, ну это невоверно, она стоит там уже 8 месяцев, не видя солнца, и сейчас она увидела солнце, я уверена, что она обрадовалась, она просто заплакала, я даже видела, как у нее на приборке что-то там загорелось, вот так вот. Ребята, резюмирую, меня просто переполняют эмоции, я уверена, как и вас, и, исходя из этих смотри, я вообще поняла, кто покупает эти тачки за 500 тысяч рублей, кто покупает Porsche за 500 тысяч рублей, что это за люди такие? Если ты ее покупаешь, ты должен купить ее либо в новом состоянии, либо в никаком, потому что на БУ рынке они все просто умершие, ну вот просто до талого, все варианты, которые мы посмотрели, либо были с лежачим мотором, с лежачим аккумулятором, с лежачей пневмой. Разработчики Каена задумывали эту машину как премиум сегмент, и покупая ее за 500 тысяч рублей, вы не сможете пользоваться этого премиум сегмент на все 100%, вам нужно будет вложиться, очень сильно вложиться, чтобы ездить на этой машине, а если вы не будете вкладываться, она будет вытрачивать ваш кошелек до последней вот капли, и она снимет с вас последние штаны, потому что она хочет внимания, она хочет ваших денег, если вы не будете давать ей ваши деньги, она просто скажет тебе, у меня есть другой, я ухожу, и на этом моменте она просто попадает на доску объявлений и ищет новую владельцу, потому что вы не способны обеспечить ее, и эта машина, она в крепких отношениях только с первым владельцем, она замужем всего один раз, дальше все остальные владельцы это лишь ее любовники, и потом она выскакивает, как та самая Елена или Снежана на Ленинградском шоссе, который находится в 500 метрах от вас, грустная история, но это так, ребята, так что ставьте лайк, пишите ваши мысли, ваши комментарии, я думаю, вам понравился этот выпуск, так что до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok